Святую Нину и царицу Тамару вспоминали накануне в Донецке. Грузинская диаспора отметила День матери красочным шоу. Под зажигательные танцы кавказских джигитов пустилась в пляс и Ольга Соломяна. Артисты репетируют перед выходом на сцену. Говорят, в их танце главное эмоции. Мы в танце выкликали, все хором. А что выкликали? Гей. Тимур уверен, настоящие мужчины должны танцевать с душой. Это такие резвые танцы. Самое главное это эмоции, чувства. Мы будем сегодня аджарский, осетинский и шалахо. Да, кинтаури. А, и грузинский. В руках деревянный крест, на голове белый платок. Софико выступает в образе святой Нины. Я смотрела на иконах, как она выглядит. Смотрела в интернете. Это стиховарение про святую Нину, как она пришла в Грузию. Это стиховарение будет на грузинском языке. Это первый большой концерт грузинской диаспоры в Донецке. Его подготовил культурно-образовательный центр Мзиури, что в переводе означает «солнечный». Праздник приуроченный ко Дню Матери и Международному Женскому Дню. Мы постарались воссоздать образы, наши женские образы. Царицу Тамары, еще мать Грузии, святую Нину. И хотели показать, какой характер у грузинской женщины. Генеральный консул Грузии в Донецке отметил, что воскресная школа сплотила земляков. Дети обучаются культуре и языку предков. Занятия бесплатные для всех без исключения. Я уверен, что такие концерты будут более частыми, так как у нас уже есть чем гордиться и чем хвататься. На сцене пели, танцевали и зажигали новые таланты. Равнодушно к грузинскому колориту в зале не было. Ольга Соломяна, Анна Миронюк, Евгений Якуня, телеканал Донбасс.